Роман Беков 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 или все-таки табличка какая-то должна иметься, что он прошел классификацию, но звезд нет? Что должно быть? В каждой гостинице должна быть информация о наличии сертификата, что отель прошел классификацию, и наличие в информационной табличке категории без звезд. А табличка на стене должна быть? На дверях, снаружи или внутри отеля. Скажите, а много у нас сейчас отелей, которые работают в черную? Вообще не заявляете на какую классификацию, вот потихоньку принимают клиентов? Ну, наверное, есть. Если 70% отелей проклассифицировалось, то 30% все равно остаются в стене. То есть 30% это самое... Скажите, а чем рискует посетитель, решив забрание номеров в такой нелегальной гостинице? Наверное, там подешевле, казалось бы. Ну, некоторые посетители есть такие, которых все устраивает. А основное – это безопасность. Классифицированный отель, мы все равно подтверждаем безопасность отеля. И поэтому, заселившись в отель без любой категории, человек может попасть в любую ситуацию. Пожар, например. И пожар. Помните эти все случаи трагические? Конечно. То есть это самый главный совет и самое главное напоминание. Мы помним, еще раз говорю, трагические случаи, когда отель был в каком-то полуподвале, и там не было запасного выхода, и погибли люди, и даже дети. То есть поэтому телезрителю, клиенту нужно об этом помнить, если ему хочется селиться в такой вот отель. Проходя процедуру классификацию, отель всегда подтверждает и свою пожарную, и антистеррористическую безопасность, и безопасность по Роспотребнадзору. Это имеется в виду с точки зрения чистоты, качества питания и так далее. Да. Скажите, хорошо. Ну, такие если советы телезрителям. Ну, верно я понимаю, самая популярная у нас категория – это три звезды. Ну, да, наверное. Основные такие моменты, на которые надо обратить внимание, заходя в номер, чтобы человек увидел, что его не обманули, что действительно три звезды. Ну, в гостинице три звезды все номера должны быть двух, одно-двухместные. Если присутствуют многоместные номера, это уже отель, не три звезды. Ну, комплектация номеров, первая категория, как мы их называем, стандарт, это обязательно номер не менее 12 метров квадратных, в нем, естественно, вся мебель, начиная от кровати, стола, стульев, телевизор, холодильник, светильники, входная группа, шкаф, ну, все, что, в общем-то, во всех стандартных мирах, наверное, есть. Санузел как должен выглядеть? В санузле, в отличие, например, от гостиницы в две звезды, то есть здесь должен быть рулон, держатель для рулона, для туалетной бумаги, плюс дополнительный рулон с держателем для туалетной бумаги, плюс дополнительный диспенсер для предметов гигиены, ну, и зеркало с подсветкой, два полотенца на человека, полотенца для ног отдельно, ну, наверное, все. А вот вы сказали телевизор, а телевизор может быть любым, даже какого-нибудь третьего поколения, вот такой большой шкаф, или все-таки уже современные вот эти плоские телевизоры, как вот с вами дела? Сейчас мы принимаем классификацию любой телевизор, лишь бы он работал. Даже черно-белый? Ну, черно-белых, я думаю, что уже нет, я ни разу не встречала, я ни разу не встречала, вообще телевизоры у всех уже нормальные стоят. Ну, вот именно к качеству телевизора пока таких требований нет. Я знаю, вы ездите по всей стране, классифицируя отели. Скажите, как наша Тверская область выглядит на фоне других регионов и в целом по наличию трех, может быть, пятизвездочных отелей? Потому что я как-то в свое время помню, сетывал, думаю, ну, почему у нас нет там отеля, условно говоря, Хилтон в Ульянске, я слышал, читал, строит, а у нас вот нет до сих пор. Как мы в этом плане выглядим сейчас? Ну, вообще Тверская область хорошо выглядит по предоставлению услуг, гостиничных услуг. Все гостиницы, которые существовали и которые вводятся в эксплуатацию, в общем-то, соответствуют тем нормам, под которым я делаю, соответствуют тем нормам, которые мы присваиваем. И, во всяком случае, они стараются, и стараются особенно по персоналу и по предоставлению дополнительных услуг. Поэтому по сравнению с другими областями мы, я думаю, что на хорошей ступени. Сейчас активно строится, развивается, точнее, гостиничный кластер, большое завидово, там называемое, началось все с Reddison. Сейчас мы знаем, там дальнейшую активность строится. Скажите, а насколько это большой импульс даст развитию гостиничного сектора региону, повышению уровня обслуживания? Потому что пока то, что я вижу визуально, особенно на рендерах, то есть как будет, но это прямо какой-то Сочи у нас будет. Вот верно я понимаю, что мы на фоне других регионов как-то вырвемся вперед. Но не берем, опять-таки, Сочи, Москва, Петербург от сопоставимых, потому что там какой-то мега будет гостиничный комплекс. Я думаю, что он будет востребован, очень востребован, потому что он рядом с Москвой, и вот в существующей ситуации, когда мы не можем выехать за границу, и хорошо, что развивается сейчас именно Россия, близость к Москве, и не такая уж отдаленность от Петербурга. Это будет все востребовано, и думаю, что персонал подготовит, будет специальное обучение, и мы будем выглядеть очень хорошо. То есть этот гостиничный кластер будет, что называется, такой изюминкой? Да, конечно, тем более он на воде. Скажите, ну и завершающий вопрос, наверное, я знаю, Росаккредитация теперь займется классификацией отелей, классификацией экспертов, которые будут, соответственно, давать ту или иную звезду. К чему это может привести, что повысится уровень сервиса и вообще уровень отелей, наоборот, может, станет меньше гостиниц, которые имеют сколько-то звезд, потому что требования станут жестче? Ну, по классификации требования, которые разработаны, они, в принципе, те же самые останутся, только, наверное, все-таки будет более серьезный контроль над работой именно отелей и над работой аккредитованных организаций, в которых работают эксперты. Поэтому отели, я думаю, что соберутся, никогда не будут нарушать нормы, которые у них есть, потому что есть такая практика, что когда мы классифицируем, все очень хорошо, а когда мы три года к ним не приезжаем, они расслабляются, и есть нарушения и в сфере подготовки персонала, и не доукомплектации номеров, и нарушения в количестве услуг, которые предоставляют. Поэтому, если будет постоянный контроль, все гостиницы, я думаю, что будут соблюдать все нормы на протяжении всей своей работы, и только даст этот положительный импульс вообще в работе всех гостиниц. То есть вы сказали, три года не приезжаете, расслабляются. То есть я понимаю, что контроль будет более частый? Конечно, более частый. А как часто? Уже есть понятие? Раз в год, раз в полгода? У нас сейчас контроля вот этого не прописано. То есть мы классифицируем раз в три года, приезжаем через три года, опять классифицируем. А теперь тогда уже есть какие-то информации? Сейчас будет разрабатываться именно система контроля над работой гостиниц. Именно Росаккредитация этим займется. Ну вот возвращаясь к цифрам, вот вы сказали, 70% у нас имеет ту или иную, прошли классификацию. Но вот я говорю, не придет к тому, что станет, например, 65-50%. Как вы думаете? Я думаю, что не будет такого. Все равно гостиницы будут работать, просто будут работать более собранно и более правильно. Более ответственно, то есть. Ну что ж, надеюсь, это так. Это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о том, что наши отели активно получают классификацию. В Тверской области уже 70% гостиниц прошли классификацию, то есть работают легально. Это очень важно. И самое главное, вот наш гость вам советует, дорогие телезрители, старайтесь селиться все-таки в легальных отелях, потому что всякое бывает. И в первую очередь, как Светлана, речь идет о вашей безопасности. Даже не в том плане, что, может быть, вам там просроченный омлет подадут. Речь о пожарной безопасности. Это очень важно. Обращайте на это внимание. Была программа «Тема дня». Спасибо вам большое. До новых встреч и хорошего вам отдыха.